Мне понравился очень ваш вопрос о смысле нашей будущей жизни. Я недавно понял, почему мы живем так неустроенно веками и поколениями. Потому что у нас, славянских народов, величайшая миссия — сохранить жизнь на Земле после того, как наступит конец света. Например, западные люди, если какой-то катаклизм случится, они не выживут. Денег не будет после конца света. Как они будут жить без денег? Без кредиток. А нам какая разница, собственно? Мы как жили, так и будем жить. Что такое конец света? Взрывы, землетрясения, грязь, слякоть, бездорожье, повсюду мусор. Отопление, газ, электричество — все отключится практически. Во многих наших городах приход с конца света никто не заметит. Магазинов не будет, в том числе продуктовых. И что будут люди на Западе делать? Они будут паниковать. Они же не знают, что можно пойти в лес, поесть там. Поесть что есть в лесу. Веточку обглодать с ягодками, грибков пособирать. Они думают, грибы — это такая еда лесная, это на дороге. Растет есть нельзя. В конце концов, они не знают, что можно вырастить что-то на собственном огороде. Как сможет западная биопопуляция пережить конец света, если у них нет огородов? Большинство из них уверены, что салат растет в полиэтиленовых упаковках. Тыква ломтиками со штрих-кодом. Один из западников увидел в России горох в стручках, повертел в руках, говорит, какие молодцы такую упаковку для гороха придумали. А что они будут делать без лекарств, без аптек? У нас же большая часть населения давно ни лекарствами, ни врачами не пользуются. Я лично прочитал в книжке «Полезные советы российских целителей». Если у вас болит голова, лягте на кровать, возьмите кошку или енота. Это всерьез написано. Положите себе на голову и лежите так, пока животное не начнет мести хвостиком по вашей голове. Ну и кто на Западе до этого додумается? Я вообще считаю, что у нас особая сообразительность и повышен градус живучести благодаря всем нашим бесконечно меняющимся правительствам. Они у нас хоть недолго задерживаются, у всех этих составов власти есть общее. Им народ мешает своим фактам своего присутствия в стране. Особенно, когда требуют зарплату. В эти моменты нашим верхам кажется, что народ эти деньги отнимает у них лично. Уже и взрывали нас, и войну затеяли, и голодом морили, и травили радиоактивными отходами. Нас ничего не берет. Даже радиация. Такой повышенной выживаемости ни у кого в мире нет. Разве это не мессианство? Японцы тоже выносливые. Но они перед едой все продукты проверяют на радиоактивность. Смешно смотреть. А наши из соседних с Чернобылем деревень родственникам письма шли. Приезжайте, такие яблочки в этом году крупные созрели. Поедим, по грибочке сходим. Грибочки объедения с тремя головами. Такие нормально. И никакими новостями о мутирующих вирусах нашего человека не запугаешь. Мы сами, кого хочешь, можем запугать нашими собственными новостями. Тут плотину прорвало. Там вертолет за верхушку дерева зацепился. Дерево выросло слишком высоко. Комиссия приезжала, во всем разобралась. Дерево наказали. Срубили, чтобы больше вертолета за него не цеплялись. В Подмосковье подъезд взорвался сам. Местная администрация за неуплату долгов пустила газ по вентиляционным трубам. Удивительно мы живучий народ. И, мягко выражаясь, не очень требовательный. Замечали, допустим, по телевидению вечером сообщать, что где-то там на Камчатке разом отключилась вода, газ отопления. Люди, конечно, разозлились, вышли на улицу с лозунгами, плакатами, требованиями, криками, воплями. Приехала комиссия из Москвы. Приезжала где-то в углу губернатора. Застращала президентом вертикалью, наказала виновных, сантехника, двух электриков. В общем, через месяц воду дали. И сразу все подобрели, успокоились. Довольны. Никаких демонстраций о том, что электричество по-прежнему отключено, вообще никто не помнит. Всем и так хорошо. Так что пускай приходит он конец света. Но будет торжественное сообщение по телевидению. На Дальнем Востоке наступил конец света. Он победно шагает по стране. Репортажи пойдут о том, как его в каком городе встречают, наливают, тосты в его честь поднимают. Анекдоты ему к концу света про его конец рассказывают. И все хохочут. Все. Только наши умеют о своих неприятностях говорить смеясь. Наводнение в Ростовской области по телевидению показывали. Женщина в платочке жалуется, при этом хохочет. Ой, нас затопило по самый чердак, говорит она. Вон, видите, поросята на крыше, как на плоту грибут к лесу. Нам по большому счету надо благодарить нашу власть за нашу выживаемость. За то, что она держит нас во всегдашней готовности к любому катаклизму. А также за то, что научил нас в любой момент из ничего сделать все, что нам надо. На Дальнем Востоке много лет назад захожу в одну староверскую деревню. Очень туго открывается калитка. Я спрашиваю у хозяина, Куприан Кондратьевич, почему так трудно открыть калитку? Он мне хитренько так говорит. Зато вы зашли, у меня в доме ведро воды налилось. Ну, на кого земля может еще надеяться, ежели все отключиться? В тех же западных странах сообщение о том, что завтра выпадет снег, вызывает панику. Движение на дорогах останавливается. Экономика впадает в кому. Отменяются спектакли, концерты. Зрители не могут везти машины. Не знают, как им управлять, когда запорошило разделительные пунктирные линии на дорогах. А у нас гололед минус 25, четверо бегут за автобусом. Правда, добежал один старикан, опытный. Вскочил в автобус с лязгом рыцаря Тевтонского ордена. Все смотрят ему на ноги, а у него к ногам привязаны терки. Земля, матушка, на нас должна рассчитывать. Что бы ни случилось, мы сохраним род людской на земле. Нам будет проще это сделать, чем остальным. Мы сразу терки на ноги, марливую повязку от радиации на все лицо вместе с глазами, влез на ощупь погребы о трех головах с енотом на голове, который будет смахивать хвостиком с ушей быстрые нейтроны. А главное, весело, смеясь, потому что нам к концам света не привыкать. Мы их навидались и в 17-м, и в 37-м, и в 41-м, и в 93-м. Апокалипсис для нас девальвировался, как российский рубль. У нас уже 10 лет каждую пятницу в газетах пишут, что в понедельник наступит конец света. И тут же под этой статьей печатают телевизионную программку на следующую неделю. Апокалипсис для нас У них развито больше левое, мужское, рациональное полушарие. И это доказали ученые. Это полушарие более густое. А кто думает на русском языке, у них более густое женское полушарие. То полушарие, которое за чувства отвечает. Чу — это чувство. Так англичане даже букву Ч выбросили из алфавита, им не нужна эта буква. Наш орел показывает, как нам жить. А, к сожалению, мы не слышим это. Более того, в царское время был такой период, когда орла рисовали еще с двумя языками. Мол, вот вам мы возьмем. Еще осталось только, чтобы они фиги на ногах показывали эти орлы. Вот рецепт оживления, как полить живой водой наше мышление. Молодежь классная уродилась. Я вам скажу, что я... Как-то так получилось, что когда я стал ездить по стране, а я бороду отрастил, и меня мое поколение перестало узнавать. И стали узнавать молодые. У них такая цепкая память, у них процессор работает быстро. И они стали подходить и задавать вопросы. И так интересно слушать, они слышат все. У них маячков нет, у них образование. Может, и хорошо, что у них нет образования. И нечего им не то образование иметь. И они так слышат, что я говорю, что я решился на эту телевизионную передачу. Это адресовано молодым. Чтобы они уже знали, где настоящая жизнь находится. Я недавно, к 75-летию Евтушенко, прочитал его стихи. И начитал на диск. И я давал молодым читать. Но они, многие не знают, кто такой Евтушенко. Они думают, что это дизайнеры сегодня модные. Но когда они услышали стихи, они говорят, мы даже не думали, что такие стихи возможны. Многие из них просто прослезились. А прочитал стихи моему другу, моего поколения, он сказал, ну это же патриотически, сказал он. То есть для нас патриотизм лицемерие. Для моего поколения. А молодые, чем они замечательны. Они хотят жить в стране, которую бы они уважали и любили. И для них слово отчизны, родина, не фальшивые слова. Вот в чем они впереди нашего поколения. Только наши молодые могли на Красной площади ветерана подбрасывать с такой силой контуженного в войну, что к нему речь вернулась обратно. Я хочу еще, чтобы эта передача вселила в людей уверенность, что хороших людей в России больше, но остальные лучше объединены. И то, как они объединены, показывает телевидение сегодня. Вот сегодня задача... Посмотрите «Минута славы». Почему имела успех эта передача? Да потому что показывали талантливых молодых людей. Молодцы. Первый канал сделал «Минуты славы» и выиграл. Потому что наша... Да, купили лицензию на Западе, а задушевность осталась наша. Вот это колоссальное сочетание. Лицензия на Западе, а задушевность наша. Вот такое сочетание. Аэропорт должен их быть, а работать наши бабы должны. Потому что наши не по Корнеге улыбаются, а потому что им хочется, и они улыбаются так. Друзья мои, мы должны потихоньку закругляться. Я хочу вам сказать, что проявление Бога на земле есть три. Это природа, любовь и чувство юмора. Природа помогает нам жить, любовь выжить, а юмор пережить. Поэтому я думаю, что хорошо все немножко с юмором сегодня воспринимать. Всего доброго. Спасибо. 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 Продолжение следует...